доброго времени суток дамы и господа сегодня у меня для вас игра которую я лично ждал примерно полгода назад я делал обзор на демку и думал что разрабы выпускают демку для того чтобы услышать мнение комьюнити внести исправление и выпустить годноту на деле разрабы игру выпустили но вот получилось ли она годный давайте разберемся в этом видео запасайтесь провизией я же налил себе кофе по-ирландски и у нас шоу ганнерс шоу ганнерс динамичная пошаговая стратегия с тактическими боями если верить стима мы будем играть за скарлетт который должна пройти все арены добраться до босса и его наказать а подачи сюжета чуть позже в стиме из 500 отзывов оценка очень положительная на метакритике оценка от критиков 74 от юзеров 7 и 8 весит игра 18 гигабайтов стоит игра без учета скидок 1100 рублей разработчики обещают уникальных персонажей по ходу сюжета игроки смогут выбирать новых напарников способных изменить исход битвы самым неожиданным образом продуманные пошаговые бои с элементом непредсказуемости в лице всесильного и безжалостного режиссера шоу обещают прокачку спутников уникальных врагов которым нужно будет искать определенный подход и возможность прокачать славу героя для того чтобы заключать выгодные сделки и так обещание услышанный обзор по традиции предварительной содержит минимум спойлеров мы начинаем сюжет игры до безумия прост вы будете играть за скарлетт у которой убили всю семью и убил ее вот этот парень игра начинается с того что бедная сильная независимая скарлетт вся в крови медленно но верно идет восстанавливать себе хп к ближайшему медпункту назовем это так и конечно же попадает засаду тупые мужики увидев бедную окровавленную скарлетт начинают в нее палить шлак безбашенный убийца настолько туп что не может попасть по цели который стоит одна по центру арены без укрытия потому что в этой игре те ребята которые отвечали за синематики и за подачу сюжета абсолютно бездарны что шлак стреляет что шлак не стреляет ваша героиня как стояла по центру арены так и будет стоять до начала боя будет сцена где скарлетт увидит убийцу своей семьи и пока этот парень будет давить голову вашего напарника скарлетт имея достаточно времени все что успеет сделать это крикнуть имя марти схватить оружие убежать скарлетт уиллис человек извини меня но ты встретила не сэма фишера чтобы бежать от него со всех ног ты пришла на арену ради уиллиса так почему же ты от него бежишь этот момент останется для меня загадкой так же как и все эти удивительные истории которые со временем раскрываются во флешбеках нашей героини дело в том что вас просто кидают в историю без предыстории знакомят с персонажами потом этих персонажей убивают вам на этих персонажей все равно вообще чувство сопереживания не к спутникам не героини нет сюжет для галки ободранная типичная нелогичная история написана на заказ на вот сорсе для того чтобы просто как-то обосновать идею того зачем наши героини проходить все эти арены хрен бы с ним вы скажете кайн придрался что ты хочешь от инди игры окей сюжет для галки в этой игре важен же геймплей это же тактика не rpg с глубоким сюжетом геймплей начиная новую игру вам предлагают выбрать сложность всего четыре режима плюс железная воля железная воля это одно сохранение уровне проще всего легко нормально сложно описание сложности нет на что влияет сложность непонятно игра даже на высокой сложности абсолютно казуально и дело не в том что враги бьют не так больно дело в том что в игре и и абсолютно тупое как вам враг который занимает позицию боком к игроку и садится возле взрывоопасной бочки а как вам враг который гениально меняет выгодную позицию на невыгодную а вот вам бой на харде где один персонаж раскидывает всю пачку одним скиллом потому что враги не знают что делать они просто бегают толпой меняют позиции включают овервотч просто стоят и ждут пока вы к ним придете это выглядит максимально убого и желание играть в такие тактические битвы тут же пропадает я купил игру ради тактики это не тактика это просто криво сделанная боевка который всеми силами хочет быть похоже на икс ком отзыв что сказать про игру икс ком копия только другие персонажи другая сюжетная линия и другие обилки а так в целом пойдет фанатам этой серии думаю можно игру купить они фанатам игра вам наскучит и будет неинтересно посмотрим может продолжение будет я не знаю почему люди думают что если в игре пошаговые сражения есть два очка о дэна все про все то это икс ком если автор данного отзыва имел ввиду спин-офф икс кома отряд химера то там был отряд который формируется игроком была казарма и хоть игра как стратегия была максимально урезаны она все же сохраняла некоторые элементы тут же есть хаб в котором вы спите и после сна возвращаетесь на арены и бродите по улицам основной геймплей вы бродите по улице проходите ловушки попадаете в засаду доходите до арены бьетесь на арене возвращаетесь в хаб спите и снова бродите по улице до засады и до новой арены все ради того чтобы убить уиллиса но когда вы его встретили в первый раз вы от него убежали такой вот затягивающий геймплей а вообще в игре есть фарм денег для покупки оружия гранат и аптечек оружие немного естественно оружие будет отличаться лишь тем что будет показывать новые циферки урона прокачка настолько скучная что вы просто не будете знать что вам качать и будете качать все просто по дефолту тут добавили два активных скилла оглушение и уклонение плюс к рукопашному урону плюс передвижение плюс ячейкам снаряжения все на этом прокачка закончилась и менеджмент по сути тоже а вот сочное добивание в игре и кровища хватает это сделано неплохо арены сделано неплохо большая часть арен конечно же в небольших помещениях но и они добавляют интерес тем что надо что-то разминировать где-то что-то открыть а где-то поезд который через ход снесет все на своем пути и вам с двумя очками оде надо подумать как же на арене выжить и всех убить и все обезвредить во время боя основатель шоу вам усложняет прохождение и прохождение было бы действительно интересным если бы не тупое и бездарный сюжет и такая скучная прокачка а ведь боевка в игре располагает к импровизации добавьте разрушаемость укрытий дайте возможность создать свой собственный отряд где будут классы где возможно кастомизации а может позаимствуйте отстрел конечности разные дебафы на врагов и комбинации атак отряда самом деле где хотя бы возможность создать билд нет тут ничего такого нет есть два очка воды перебежка от укрытий к укрытию есть рукопашная атака воды тратится как на движение так и на стрельбу если стреляем основной атакой то 2 воды тратится сразу поэтому сначала двигаемся потом стреляем есть овервотч но он сломан ибо враги будут тупить и тоже будут обузить этот навык хотя иногда просвет у врагов бывает и он может например выстрелить в бочку и наказать ваш отряд но он может наказать так и себя потому что враги мне кажется вообще не ориентируется в пространстве почему потому что еще мне не нравится тот факт что в тактической игре не дают в начале боя хотя бы в допустимой зоне занять позиции ваш отряд подбежит сам к первому укрытию враги уже будут стоять за своими укрытиями и вы вынуждены будете отыгрывать арену от занятых позиций не подкрасться к врагам не спланировать нападение не поменяться местами в начале боя возможности игра не дает игра это сплошные засады ловушки арены сон в хабе потом снова засады ловушки арены в общем ребят перейдем к выводу я ждал хорошую пошаговую тактическую стратегию где будут отряды может база может просто грамотный менеджмент где можно что-то создать собрать билд и попытаться выжить на вполне неплохих аренах демка в свое время казалось намного лучше боевка казалось лучше а на деле вышло что вышло в итоге от арены к арене вам просто будут накидывать бездумных врагов да у них есть особенности но с таким интеллектом соперничать как-то не хочется проходить игру с такой подачи сюжета как-то не хочется игра красиво звук вроде бы ничего может где-то не хватает объема интерфейс на любителя комментарии ведущего зачастую лишь мешают чем приносит удовольствие так как они на весь экран в итоге друзья я игру проходить не буду игра шляпа и тратить время на данный проект желания нет многие найдут в игре куча плюсов и осудят данный ролик но мнение об игре субъективное если я говорю что игра шляпа значит лично для меня она шляпа потому что на этом у меня все всем добра и до новых встреч